Два человека погибли при пожаре в аварийном доме в Архангельске. Возгорание произошло накануне поздно вечером на улице Гидролизной. В ветхой двухэтажке проживали 8 человек. Большинство смогли выбраться самостоятельно. Одну пенсионерку эвакуировали спасатели. В результате проведения разведки эвакуировано один человек со второго этажа соседней квартиры. И в результате продвижения по горящей квартире было обнаружено два погибших. Возгорание произошло именно в квартире погибших. Они задохнулись в дыму. Причину пожара выясняют следователи. Это рубрика «Мобильный репортёр». Сейчас я, Артем Изабарзе, нахожусь в зале заседания. Идет очередная сессия депутатов. В повестке дня 14 вопросов. В целом резонансный вопрос о бюджете администрация города прилагала перенаправить сожжение 20 миллионов рублей на укрепление защитных сооружений в цели гражданской обороны. Деньги прилагалось снять с мер социальной поддержки. Это и обеспечение врача питания детей в школах, и составление код по проезду ветеранов старше 70 лет. Депутаты эти приложения администрации города поддержали вопрос не принят. С таким образом бюджет не перевез. Сегодня во всём мире отмечается День защиты прав потребителей. В этом году он проходит под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». В Архангельском отделении Роспотребнадзора обращений, связанных с торговлей в интернете, поступает не более 30 в год. В основном же архангелогородцы жалуются на бракованные товары, реже на услуги. По случаю праздника сегодня время приёма граждан в Роспотребнадзоре увеличили. Подать жалобу можно до 18 часов. Обращаться к нам можно по любым вопросам, связанным с защитой прав потребителей. Это некачественные товары, платные услуги, любые, туристские, финансовые, жилищно-коммунальные услуги, бытовые и иные. Срока рассмотрения обращения граждан у нас 30 дней. Мы стараемся реагировать как можно скорее. Сегодня Сыктывкар принимает председателей ЗАГС Собрания Архангельской, Вологодской, Ленинградской областей Республики Коми. Там пройдёт 41-е заседание Президиума Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Наш регион представит председатель Архангельского областного собрания депутатов Виктор Новожилов. На совещании обсудят вопросы, связанные с лечением орфанных заболеваний, обеспечением охраны общественного порядка, развитием спорта и градостроительной деятельности. В Котласе за считанные дни растаяла одна из ледовых переправ через Вычик. До ещё неделю назад здесь ходили люди, а сегодня льда как не бывало. К тем, кому срочно нужно попасть на другой берег, пока приходит на помощь катер «Водник». Но, видимо, уже в пятницу, 17 марта, в первый в этом сезоне рейс отправится паром. Кстати, официально ледовая переправа на 46-м лесозаводе в Котласе была закрыта ещё 4 марта. Сообщи, где торгуют смертью. Антинаркотическая всероссийская акция под таким названием проходит в Поморье. Она продлится до 24 марта. Архангелогородцы могут получить консультации по вопросам профилактики и лечения наркомании, сообщить адреса наркопритонов по телефонам горячей линии, которые указаны сейчас на вашем экранах. Также сообщения можно оставить через официальный сайт регионального ОМВД. Граждане могут анонимно сообщать информацию об известных им фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиках, либо лицах, причастных к данной противоправной деятельности. По всем фактам будет проводиться необходимый комплекс проверочных мероприятий. Архангельско-военно-историческое общество проводит акцию под названием «Дети рисуют мир». В ней участвуют рисунки из разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья, которые пострадали от террористической или военной агрессии. Организатор Владислав Жгилев был сам в Чечне, дагестане, Цхинвале, в Луганске и Донецке, где собирал детские работы. Всего 15 рисунков, которые в мае этого года полетят в космос. Космонавты поставят на них свои личные печати и сфотографируют на фоне Земли. После рисунки поедут в Москву в музей космонавтики. Мы хотим просто довести до детей, что везде в трудных условиях дети о мире думают. Тут ни одного танка нет. Нам года, не беда. Под таким девизом в Новодвинске прошел творческий конкурс для бабушек. Дамы почтенного возраста с удовольствием пели, примеряли на себя актерские амплуа, с азартом участвовали в тематических конкурсах. По общему мнению, вечер удался. Бабушки, вы ведь не старушки. Бабушки, бабушки, лучшие подружки. Мы ходили, как сказать, на репетиции, подготовили сценку, пели песни. Ну, все понравилось нам. Хотели выглядеть, ну, как бабушки. Ну, получились, как дамочки. Ну, ничего. Вообще, девочки у нас серьезные, активные такие. И слова, конечно, учили эту неделю усиленно. Ну, может, будем читать по флагам. А так вообще, девочкам спасибо бабушкам. Хорошие у нас бабушки. 29 марта в гостиных дворах Архангельска пройдет ярмарка продажи северного хедмейда, приуроченная к открытию Арктического форума. Лучшие мастера поморья представят гостям товары, созданные своими руками. В ярмарке примет участие известный кукольных дел мастер Ирина Черепанова. За 8 лет девушка создала около тысячи уникальных коллекционных кукол. Они пользуются огромным спросом за рубежом. Гостям Арктического форума Ирина представит новую коллекцию, изготовленную по старинной технологии из крахмала и ваты. Макеты будут на тему Арктики. Это будут полярники, это будут палатки, это будут метеорологи, это будут ученые с флагами. То есть все, как правильно Арктику, когда завоевывали, когда мы ее развивали. То есть это будет все очень наглядно показано в макете. Сегодня Архангельский водник проведет еще один домашний матч в рамках 1-4 финала чемпионата России по хоккею с мячом. Соперником нашей команды вновь станет уральский трубник. Накануне команды сыграли со счетом 4-3 в пользу хозяев поля. Ранее же в первоуральский водник проиграл первую встречу, а затем выиграл со счетом 7-2. Таким образом, наша команда повела в серии с уральским трубником 2-1. Сегодня начало игры в 19 часов. Вход на стадион Труд свободный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова